Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Злобного Суслика! Это я не вас испугался, это просто лягушка, это просто лягушка! На архипелаге Золотого Яблока, во временной локации 22-го года, после прохождения сюжета, полных всех, сколько там их, 6 глав, появляется задание «Морские сокровища». Поговорите с Фрикаделькой. Волноход Фрикаделька, зовущий себя Великим Пиратским Кораблем, хочет кое-что обсудить. И это задание у нас начинается прямо на берегу нашего посольства Нирваны Ночи и Додолевства, в лагере Кли. Ох, наконец-то вы здесь! Я вас ждал так долго, что даже палуба начала покрываться ракушками. Ну, у этого корабля палубы есть вообще? Да это скорее какой-нибудь ялик! Кто бы мог подумать, что я, такой великий пиратский корабль под командованием Ако Дамэки, дойду до такого состояния? Так, значит, ты пиратский корабль? Ну, кто он такой, этот Ако Дамэки? Неужели вы не знаете Ако Дамэки? Я слышал о нём. Ако Дамэки, Зеймон, величайший пират и защитник Сэйрая. Кто бы мог подумать, что все о нём забудут? Если честно, это имя ни о чём Пайман не говорит. Да, Фрикаделька, ты хотел, чтобы мы пришли. В чём дело? Как-то я к своему новому имени ещё не привык. Помните? Я рассказывал вам, как меня сюда занесло. Значит, моё прежнее тело должно находиться где-то неподалёку. Ха-ха-ха, тело. Странно так корпус называть. В общем, я хочу побыстрее его отыскать. Я не знаю, сколько я проспал, но мои товарищи наверняка ждут меня, поэтому я должен поскорее вернуть себе первоначальный вид и отправиться к ним. А-а-а, теперь понятно. Да, только я сам отправиться на поиски не могу. Даже говорящему кораблю нужен кто-то, кто им будет управлять. Давайте заключим сделку. Вы поможете мне найти мой корпус, а я помогу вам найти сокровища. Сокровища? Я же в конце концов пиратский корабль. У меня уже чутьё на сокровище вырыбилось. Что-то типа интуиции. Когда я проснулся, сразу почувствовал, что тут полным-полно драгоценностей. Даю слово великого пиратского корабля. Мы найдём сокровища. А братьте мне ракушками, если это не так. Ну что, по рукам? Кизап, давай поможем в рекадельке. Он вернет тебе корпус, а мы получим сокровища, и все будут счастливы. Стоит лишь упомянуть сокровища, и Паймен уже на всё согласен. Хе-хе, Кизап. Ну что, Кизап, поможете мне? Я с радостью. Отлично. Кстати, как только я проснулся, то сразу почувствовал, что нужно отправиться в одно местечко. Чутьё подсказывает мне, что там больше сокровища. Большое сокровище. Давайте сразу направимся туда. Когда не будем медлить, в путь! Направляйтесь к месту, которое указывает Фрикаделька. Народ, если вы не против, я сюда включу небольшую историческую справку, правда, по памяти. Во-первых, когда ещё не вышла Инадзума, вышли перед ней, вот как сейчас перед Сумеру выходят эти летние острова. Также тогда перед Инадзумой вышел архипелаг Золотого Яблока. Там было Садание Мира. Я, честно говоря, не очень помню. Оно было связано с ракушками или какое-то отдельное. Если найду, то у вас оно будет на экране, если вот интересно прям посмотреть. Где действительно есть обломки пиратского корабля. Во-первых, вот первое, он как раз отметил первое место. Здесь находится, по-моему, серединка корабля. Он развалился на три части. Второй кусок корабля находится на вершине вот этой уже скалы. Я не помню, то ли нос, то ли корма здесь. Честно, не помню. А третья, третья, по-моему, затонула где-то вот здесь. Её искал я по пузырям. Значит, дальше. Небольшая справка. Там были какие-то записки и, по-моему, ракушки с этим связаны. Акадамеки. Это, понятно, что предводитель пиратов. И вот сейчас у нас в Инадзуме есть такое место, где у нас сидит вот это вот Мегу Кенки, автономный гуманоид мечник. Но Кадзуха вышел вместе с летними островами, поэтому что? Правильно. Босса, с которого выбивать ресурс для повышения, не было. Поэтому он находился на арене на центральном острове. И там она была сначала сломана, эта марионетка. И мы там как-то выяснили, что это пираты её похитили из Инадзумы и привезли сюда. И вот возможно, что этот Мегу Кенки, марионетка, которая здесь была украдена в своё время, Акадамеки, на корабле Сейра Имару, была перевезена сюда. Они здесь потерпели крушение и попали, как многие люди, которые жили на этих островах в своё время, которые потом смогли отсюда спастись. И, в общем, скорее всего, вот эта вот марионетка была прототипом для Скоромучи. Ну, одним из прототипов, которые сначала Эй, наш Сёгун Райден, производила. Ну, это, понимаете, это то, что я сопоставляю факты, что вижу. Потом, это ещё не всё, где упоминается корабль Сейра Имару и Акадамеки. Значит, в Инадзуме у нас на острове Сейрай, во-первых, есть обломы корабля Сейра Имару. Хм, странно. Потому что вроде он на летних островах находится, на архипелаге Золотого Яблока. Но и здесь. А также в Святилище Асасе есть большая, многодневная, ещё завязанная на прохождение кучи ежедневных заданий, вот этих фиолетовых, цепочка с кошкой Неко. Она там ищет свою хозяйку, настоятельную Святилище Асасе. А та, в свою очередь, когда остров Сейрай и вот эти вот пираты, в том числе Акадамеки, и вот эта настоятельница вместе с Акадамеки на корабле Сейра Имару вступили в бой с войска, с флотом Сёгуна Райден. То есть, понимаете, история, как здесь всё переплетено, на самом деле, в Геншин Импакте. И вот сейчас, в принципе, получается, наш волноход это каким-то образом реинкарнация этого пиратского корабля Сейра Имару, которым владел Акадамеки, что выступил предводителем пиратов острова Сейрай против флота Сёгуна. О как, какой у нас корабль-то крутой. Ну, давайте садимся в нашу фрикадельку и отправляемся в указанную точку. Место, которое почувствовал фрикаделька, находится вон там. Давай посмотрим, Кизап. Угу, уже бегу. Сейчас подумал, а может быть этот корабль, который здесь разбит, назывался не Сейра Имару, а он был просто во флоте Акадамеки? Хм, я не помню даже уже. Об этом месте говорила фрикаделька, но тут ничего нет, только обломок корабля. Фрикаделька не стал бы нас обманывать. Кизап, давай вернемся и обо всем у него расспросим. Ну как, нашли что-нибудь ценное? Ох, фрикаделька. На острове ничегошеньки нет, только обломки корабля. Ну что за чутьё такое? О, не может такого быть. Знаю. Это я просто слишком долго спал, вот и чутьё моё тратило бы лую силу. Всё, мы совершаем ошибки, так ведь? Лодки не исключение, войдите в моё положение. Давайте к следующему месту, там определённый есть клад. Правда? В этот раз нас точно не обманываешь. На этот раз мы точно его найдём, вот только, только далеко он как-то находится. Я не чувствую где именно, знаю только, что он примерно на северо-западе. На северо-западе куча островов. Нет ли у тебя сведений, поточнее? Подожди-ка, на северо-западе есть только два довольно крупных острова. Остров с музыкальными цветами? Нет. А, да, это на северо-западе. А на одном полно статуй воронов. Нет, это северо-восток. Значит, музыкальные цветы. Музыкальные цветы. Среди этих звуков действительно есть мелодии, которые доносятся с стороны моря. Но я слышу не только мелодии, но ещё воронья-каркане. Кар-кар-кар! И так, день ото дня. Если точнее, воронья-каркане доносятся с востока, а мелодия с юго-запада. Ты слышишь эти звуки одновременно? Ээээ, где тогда то, что мы ищем? Это... где же слышно ворон и мелодию? Где-то между этими двумя островами. Точно! И заправ. Паймен прямо этой нызики вертелась. Молодец, Паймен. Ха-ха, тогда отправимся, проверим это место. Должен сказать, вы отлично друг с другом ладите. Конечно! Ведь Паймен и Кьюза вместе пережили столько приключений, нашли очень-очень много сокровищ. Ого, Паймен мой лучший компаньон и лучший гид. Вот было бы здорово уметь разговаривать раньше, когда я ещё ходил по морю. Может, я бы общался со своими компаньонами, как вы? Вам, похоже, вместе весело. Я даже завидую немного. Итак, отправляемся в место между тех двух больших островов. И я уверен, что это... Да, то самое место, которое... С ещё одним обломком корабля. Мы между двумя островами. Лучше бы на этот раз нашлось какое-нибудь сокровище. Так, нужно залезать наверх. Не помню. Здесь есть какой-нибудь подъём? Знаю, что здесь и дебанутый лагерь хиличурлов. А-а-а! Тут есть подъём. Не знаю, если подъём по ветру, но вот по этим штукам точно можно было куда-то наверх подняться. А можно ещё раз? А-а-а! Нет! Они одноразовые! Так, здесь не было никаких потоков ветра и прочего. Значит, надо будет лезть с лапками. И... Ну да. Наверное, вот здесь смогу забраться. Надеюсь. Сейчас чуть-чуть отдохнуть. потом подпрыгнуть заказу что вы помешаны носливости тратить и вперед так уступ для отдыха наверное нет ошибочка иного на том уступчик можно быть передохнуть вы давай а молодец казуха ох хотя ножки выгнулись не буду смотреть с того ракурса это прям больно смотреть на это да вот центральная часть разбитого корабля какой сюрприз здесь тоже ничего кроме старого корабля вернее его половина и никаких сокровищ уже дважды фрикаделька приводилась к обломкам может эта часть его старого корпуса возможно может между ними и кораблем есть какая-то связь что же за связь между кораблями а в смысле они вроде как парочка ваш стоп физап давай сфотографируем этот корабль и покажем фрикадельки пусть сам определить это его корпус или нет так фотография готовой ну киза дай поскорее вернемся покажем фрикадельки так фоточки 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 фрикаделька вы вернулись ну что удалось найти что-нибудь хорошего дайте-ка я угадаю опять ничего да и опять выстрелил холосту то же самое что и в тот раз только обломок корабля но вдруг это часть твоего корпуса мы сделали фотографии вот взгляни это что рисунок не знал что вы такие восхитительные художники даже мельчайшие детали так четко прорисовано будто настоящее это вовсе не рисунок а снимок с фотокамеры у меня персонаж главный герой умер при падении и поэтому здесь кадзуха стоит походу ооо значит мне что вроде механизм который умеет быстро быстро рисовать похоже на славный пиратский корабль никогда фотокамеры не видел чего это не видел сразу разве это не что-то вроде демонических картин из легенд кстати а это что это там в середине за штуковина это обломки корабля на который мы наткнулись с глиней может быть это твой корпус ха ха вот дела от этого корабля почти ничего не осталось где вы вообще нашли его вы наверное не знаете но великий пиратский корабль флота самого Акодамекки каждая доска моего корпуса сделана из отборной древесины Сейрая доски моего корпуса пропитывались скальными пропиливались складными пилами и идеально подгонялись друг к другу а затем скреплялись сквозными заклепками и был практически неразрушим не мог же я превратиться вот в это но ведь ты почувствовал эти обломки уже дважды возможно это из-за связи кораблей наверное у этих кораблей тоже было сознание до того как они сели на мель и остатки их разума повлияли на меня в общем эти обломки не могут быть моим корпусом мой корпус наверняка стоит сейчас в каком-нибудь безымянном порту этих лод однажды вы увидите борта покрытые превосходным лаком как величественно я выглядел как браздил просторы океана мой корпус вы бы сразу узнали он совсем не похож на обломки на этом снимке звучит круто нам надо будет как-нибудь вместе поплавать конечно не ожидал что чутье подведет меня дважды за мной давно не ухаживали вот интуиция уже не та если хотите что ваше плавание было долгим нужно время от времени хорошенько стволить корпус это относится以及 людям смолить эээ это чтобы склеить вместе разные части корабля Mexico Sorges чтобы не протекал. Она вроде как сделана из хоры деревьев. Главное, проводить эту процедуру регулярно. Так же, как и людям нужно регулярно отдыхать. Точно. Пока вы за сокровищем ходили, я как раз успел отдохнуть. Теперь наверняка почувствую настоящее сокровище. Всё, третья попытка. Теперь она строена серьёзно. На этот раз вы точно что-нибудь найдёте. Вот увидите. Надеюсь, что получится. Эй, что за недоверчивый тон? Хм... На юго-востоке, на морской поверхности. Оно небольшое. Так что это вполне могут быть драгоценности. Ага. Ну, вперёд! Так, куда? Куда, куда, куда? Да, здесь как раз и была третья часть затонувшей этого корабля. Фрикаделька почувствует, что оно где-то здесь. Хм... Возможно, дело в рисе. Оно кажется небольшим. Давай лучше проверим, Кизап. Ну как, нашли? Наверняка находка привёл вас к восторгу от чутья великого пиратского корабля, а? Там было только птичье гнездо. Технически внутри, конечно, была пара яиц. Но на этом всё. Я не знаю, но... А? Только двоится? Ага. Те самые драгоценности, о которых ты говорил. Хм... Ты, наверное, не знаешь, пойму. Но... Чем более великий пиратский корабль, тем больше времени он проводит в море. Иногда на борту не остаётся ничего с ней снова, кроме сушёной рыбы. Такие времена птичьи ядки, случайно найденные на рифе неподалёк, становятся для команды бесценным сокровищем. Фрикаделька! Не говори ерунды, врать ты совсем не умеешь. Эх... Ладно, ладно. Не яйца должны были быть. Что ж за напасть-то такая? Я был уверен, что что-то почувствовал. На этом рифе больше ничего нет. Может, это две деревянные доски? И с их помощью кто-то пытался укрыться от непогоды? Откуда они здесь зелись? Эти доски... Вы... Касаетесь доски, вас охватывают чувства. Свежевыкрашенный корпус, яйца в тёплых лучах солнца. Десятки рук тянут буксировочные тросы. Мощная сила тянет вас вниз. Всё ниже. Всё быстрее. И вдруг всплеск! Вы чувствуете удар, от которого содрогается всё ваше тело. Это звук огромного предмета, который мгновенно погружается в воду и снова всплывает. Внезапно у вас погружает холст. Ледяной и удушливый. В этот самый момент вы понимаете, что это море. В нём вы будете дрейфовать до конца жизни. Вы слышите приветливый смех мужчины. Жрица! Это могучий корабль! Он заслуживает красивого имени! А в ответ ему раздаётся беспомощный вздох. Я надеюсь, этот корабль доставит вас обратно в целости и сохранности. Поэтому я назову его в честь этого места. Что случилось? Что это там такое? Чьи-то воспоминания? Я понял, откуда взялись эти доски. Киза, Пайму, только что увидели мои воспоминания. Это был мой первый раз в море после строительства. Экипаж смазал килёвую дорожку маслом и спустил меня со стапеля в воду. Контролировать угол, под которым нос корабля входит в воду, трудно. При этом нос легко сломать. Поэтому обычно корабль спускали на воду боком. Эти две доски, вернее два борта, это те части моего корпуса, что первыми соприкоснулись с поверхностью воды. Тикаделька, раз уж мы нашли твоя борта здесь, значит... Должно быть. Когда-то я столкнулся с этим рифом и рассыпался на обломке. С момента пробуждения чутьё приводило я не к сокровищам, а к частям собственного корпуса. Насмехался, насмехался над этим кораблём. Оказалось, что это я и есть. Вот стыдобата. Не обязательно. Может твоим корпусом всё в порядке. А то, что мы наткнулись на эти доски, это лишь выпадение. Ты хочешь сказать, совпадение? Ага, именно совпадение. Да тут целая гора этих обломков. Многое же кораблей здесь село намедлено. Наверняка это чужой корпус. Но... Пайман права, не факт, что это твоё. Вы... Спасибо вам. Кстати, Фрикаделька, в воспоминании, кажется, упоминали твое имя. Ты можешь вспомнить его? Боюсь, я увидел не больше вашего. Совсем не помню, как меня звали. Ох... Как жалко. Но ничего, ведь ты, Кизап, может назвать меня Фрикаделька. Хорошее же имя. Хе-хе, конечно. Пайман же выбирала. Кстати, Фрикаделька, тебя больше ни в какое место не тянет. Да, я чувствую ещё два местечка. Но... Не думаю, что нас там ожидают сокровища. Наверняка опять какие-нибудь гнилые доски. Нет сокровищ? Ну и ладно. Эх, ну я же обещал вам хорошую сделку. Слушай, Фрикаделька. Мы ведь теперь друзья. А друзьям сделки ни к чему. Тогда... Хоть сокровища там может и не быть. Было бы здорово, если бы... Вы нашли там что-нибудь полезное для себя. Даже если не найдём ничего страшного. А если найдём, то тем более не стоит переживать. Ха-ха-ха, ладно. Отправься к первому месту, которое ближе к нам. Так, направляйтесь к месту, на которое указывает Фрикаделька. Ммм, на центральном острове что-то? Давай начнём с осмотра берега. Чурлы, что вы там делаете? Как и ожидалось, сокровищ нет. Не беда. Нельзя же всё время думать только о сокровищах. Пайман знает, но всё равно немножко разочарована. Здесь деревянный меч, похож на игрушечный. Самый раз для Паймана. Эй! Неужели это тот самый меч? Нет, быть такого не может. Думаю, это всё-таки он. Вы касаетесь деревянного меча и у вас охватывают чувства. Метровые волны бьются о борт корабля. Рваные раны пронзают тупая боль. Повсюду услышан шум битвы. Вражеский генерал прыгает на палубу, заставляя корабль крениться. Сдавайся! Ээээ... Ээээмон! Бессмертный Онисей Рая! Я гордый моряк! И никогда не опозорю себя, приняв милость врага! Увлечённые боем, они не знают, что происходит на другом краю поля боя. Они не видят фиолетовые молнии, похожие на крылья птицы, которые заполняют собой небо. Сверкает ослепительная белая вспышка. Оглушительно ударная волна прокидывает всё вокруг. Ваше тело подбрасывает в воздух, вы теряете всякое чувство направления. Дальше только бесконечная гроза. О, вот это молния! Какие же воспоминания хранятся в этом мече? У Паймон голова всё ещё кружится. Как жутко. Я вспомнил. Только что вы... Мы видели морское сражение Аку Дэмэки и Сигуната. Там молния ударила в конце сражения. Ох... Что именно это было? Это наследие гнева громовой птицы. Неужели даже остатки ненависти способны нести в себя такую силу? Невероятно. Нет же! Эта молния исходила от острова Сэрай. Кизап, ты бывал там? Знаешь, что там потом произошло? Вы рассказываете фрикадельке о случившемся на острове Сэрай. Нет. Сэрай превратился... Какая же это была страшная гроза. Ох, невыразимо ужасное зрелище. Именно поэтому мы и выступили против Сигуната. Мы не хотели, чтобы они правили нами. Мы хотели защитить жителей Сэрайя. Защитить наш дом. Кто бы мог подумать? Сэрай, за которым мы сражались, против Сигуната. Госпожа жрица. Зачем? Этот удар молнии вызвал шторм из-за которого. Из-за которого меня вынесло сюда. Да, во время шторма я сильно пострадал, а мой корпус развалился на части. Все мои силы ушли на то, чтобы приплыть сюда. Но фрикаделька, что здесь делает этот деревянный меч? Как он связан с тобой? Этот деревянный меч здесь сделан из обломка моего корпуса. Однажды господин Дзаймон с зазубренным копьем пронзил магу с мечом. И магу тот доплыл вместе с нами сюда. Думаю, местные детишки увидели его меч и вывезли из доски моего корпуса похожую на него игрушку. А, магу, это он имеет магу Кенке. Вот эту марионетку большую, у которой мечи. Его считали, местные жители, кстати, которые здесь находились, считали магу Кенке генералом, защитником архипелага Золотого Яблока. Вот уж не думал, что я, великий пиратский корабль, сражавшийся с самим Сёгуном, а однажды стану материалом для игрушки. Даже не знаю, что сказать. Тогда, фрикаделька, возьмем от меч с собой. Всё-таки это тоже часть тебя. Да, какой же в этом смысл? Глупые детишки. Уж лучше вам позаботиться о нём. Эх, как это меня и расстроило, но я всё же почувствовал некое облегчение. Лучше вспомнить, что случилось на самом деле, чем предаваться пустым иллюзиям. Единственное, о чём сейчас беспокоюсь, так это о своих друзьях, которые принесло сюда вместе со мной. Знать бы, что с ними стало. Наверняка с ними всё в порядке. Я очень на это надеюсь. Ладно, последнее место. Это последняя часть моего корпуса, которую я чувствую. Так, и куда же мне нужно у какой-то изломанного острова? Там что-то есть? Где-то у этой ракушечки. Последнее место где-то здесь? Да, несомненно. Похоже, что в этом доме на пляже. Подождите. Почему дом? Тут не говорите, что кто-то сделал из меня мебель. В этом доме раковина целая гора досок. Ни одна из них не похожа на то, что мы ищем. Может, вон то на камне? Что это такое? Какие-то рейки, прибитые к двум доскам. И деревянные молотки. Это должно быть музыкальный инструмент. Это может быть музыкальный инструмент. Думаю, нужно стучать молотком по деревянным рейкам. Это как музыкальный инструмент? Вот эта штука? А на ней точно можно играть? Киза, давай сначала попробуем что-нибудь сыграть, а потом уже отдадим фрикадельке. В несколько раз ударяйтесь под деревянным планком. Некоторые рейки целые издают звонкие ноты, а некоторые из них сломаны. Звук глухой, будто стучишь по обыкновенному дереву. Амин, кажется, что за этим инструментом давно никто не ухаживал. Киза, это, похоже, и есть последняя часть фрикадельки. Пойдем скорее, ему расскажем. Мы вернулись. Ну что, нашли что-нибудь? Показать ксилофон. Это и правда мой последний обломок, но во что его превратили? Мы думаем, что это музыкальный инструмент. Вот только за ним долгое время никто не сидел, и теперь на нем не поиграть. Правда? Жаль, музыкальный инструмент. Не знал, что из моего корпуса, и такое можно сделать. Это напомнило мне о друзьях. Они пели всякий раз, когда радовались. Они садились на берегу костра. Кстати, как звучит этот инструмент? Пизап, может, попробуешь сыграть? Его же давно смолой не смазывали. Он может звучать не так хорошо, как тебе кажется. Ну и что? Все равно интересно послушать. Пизап, давай, постучи. Ударить по целой части инструмента. Вы слышите приглушенный звук инструмента. Вас охватывают чувства. Вы долго дрейфовали и серьезно ранены. Вы не можете плыть дальше. Вас переполняют боли и сожаления. Милые друзья, почему вы так на меня смотрите? Не потому и что вам придется вернуться домой без меня. Не плачьте. Как мы можем попрощаться с ним, когда плачем? Один из вас говорит это. И все начинают петь. Разве можно плакать, когда поешь? Песни приносят радости и улыбки. Значит, они смогли вернуться. Да. А я превратился в груду хлама. Донести их до этого места уже было тяжело. Что уж говорить о том, что возвращаться к ним и обратно. Эх, я рад, что они в порядке. Но, хоть мы распрощались уже давно, я все думаю, что было бы, если бы я вернулся вместе с ними. Вот это было бы здорово. Я готов отправиться куда угодно, в любой опасность, лишь бы вместе с ними. Сколько же еще сокровищ и приключений ожидает нас в этом мире? Почему меня бросили здесь? Я ничего не мог поделать. И мне оставалось смотреть, как они отправляются в новое странство. Без меня. Разлука, она такая. Но они попрощались с тобой, улыбаясь. Смейся, если хочешь плакать. И не опускай руки, если хочешь сдаться. Без этого принципа в море никак. Как бы то ни было, огромное вам спасибо. Спасибо, что помогли мне все вспомнить. Вот только они забрали с собой все сокровища, когда уходили. Ничего страшного. Важнее всего было вернуть воспоминания. Точно. Все то, что указывает твое чутье, это тоже своего рода сокровища. Это были твои сокровища. Верно. Жаль, что я ничем не могу отплатить вам, разве что служить в качестве корабля. Вот только в будущем мне еще может понадобиться ваша помощь. Мы всегда поможем тебе, фрикаделька. Правда, Киза? Безусловно. Огромное вам спасибо. Если вам вдруг захочется отправиться в путешествие по этим водам, прошу, используйте меня. Та-да! Задание мира морские сокровища выполнено. Ох! Какое лорное... Какое лорное задание. Какое лорное задание. Блин. Красота. А можно поиграть на ксилофоне еще раз? Можно. 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 Поэтому можно играть. А я, пожалуй, поиграю, приноровлюсь к ксилофону. А с вами, ребят, я поспешу попрощаться. Большое спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин